Добрый вечер, дорогие друзья! Говорят, одна кошка может вылечить человека, а здесь на выставке, на которую мы пришли, их более 400, причем собраны хвостатые со всего света. Накануне вечером на перекрестке Михаила Годенко и Киренского столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие, подробнее об этом расскажем в проекте «Дорожные войны» из Красноярска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днешнего дня в Красноярске закрываются сезонные дачные маршруты. Так, с линии исчезнет транспорт под номерами 54, 40А и 59. При этом по выходным и праздничным дням еще будут работать автобусы номер 18 и 40. Расписание движения всех автобусных маршрутов можно узнать на сайте Красноярск ГорТранс или в Центральной диспетчерской службе по телефону, который сейчас на экране. Увезут на штрафстоянку, да еще и сделают фото на память. Так решили бороться с нарушителями парковки дорожные полицейские. Для этого стражи порядка пользуются так называемым парконом. Это автомобиль со специальными приборами, который фиксирует стоянку в неположенном месте. Раньше этот автонаказатель ездил только по центральным улицам города. Уже со следующей недели в список его маршрутов войдет партизана Железняка. Кстати, там уже установили 9 предупреждающих знаков. Там перед Набелинского, когда мы поднимаемся вверх, есть информационный щит о том, что организована парковка. То есть в принципе можно и пройтись 5 минут, но поставить без нарушений. Я считаю, что людям надо просто относиться к этому правильно. То есть не нарушать правила дорожного движения. Они же предусмотрены законодательством. То есть все зависит от людей. Если не нарушают, то это их право. Только вот многие автомобилисты считают, что новые правила добавят лишь штрафов в копилку недобросовестных автолюбителей. Другие же уверены, что здесь нужно построить большую многоуровневую парковку. Ну была бы парковка какая-нибудь большая здесь. Я бы знал. На проезжей части это же не парковка, поэтому я считаю. Там надо сделать и все. Пусть будет платно рублей 30 въезд. Я думаю, люди найдут 30 рублей. И нормально. И им будет хорошо, и всем будет хорошо. Лобовое столкновение на одном из перекрестков города. Есть пострадавшие. Подробнее об этом в проекте «Дорожные войны» из Красноярска. Накануне вечером на перекрестке Керенского и Михаила Годенко произошла серьезная авария. Там столкнулись «Лада Калина» и «Фольксваген Гольф». Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения. Иномарка ехала по Керенского со стороны улицы Новосибирской, когда на перекрестке столкнулась с Калиной, двигавшейся во встречном направлении. На кадрах видно, как от сильнейшего удара «Гольф» буквально подбрасывает над проезжей частью. В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля. Их в срочном порядке доставили в больницу. Водитель иномарки не пострадал. Вы из торгового комплекса «Плаза». Здесь зачастую происходят подобного рода аварии. И чужой опыт автолюбителей не учат. Выезжая с привлекающей территории, машины практически вслепую совершают левый поворот. Результат ДТП. Эти кадры были сняты в Москве. Отчетливо видно светофор напротив автомобиля с регистратором. Загорается зеленый сигнал. Машины начинают выезжать на перекресток, как вдруг в небу справа от автора ролика влетает черная иномарка и буквально сносит отечественный автомобиль. Очевидцы этого происшествия пишут, что все участники ДТП остались живы, несмотря на страшные силы удар. Еще не достроили, а погулять уже можно. Правда, виртуально. Теперь горожане могут совершить экскурсии по 4-му автодорожному мосту через Енисей с помощью 3D-тура. Для этого нужно просто зайти на сайт управления автомобильных дорог по красноярскому краю кругдор.ру и выбрать нужный пункт. Оценить стройку важнейшей переправы города можно и с помощью онлайн-камер. Пушкин, Лермонтов или, может быть, Тургенев? Ледовую скульптуру русских классиков могут появиться в нашем городе. Все зависит от активности красноярцев. Горожанам предложили принять участие в подготовке к Новому году. Основную тему праздника уже выбрали – год литературы. Поэтому администрация Свердловского района предлагает красноярцам высказать свое мнение о том, какие персонажи могут украсить ледовый городок в сквере Панюковском. Фантазируйте и свои самые безумные идеи присылайте на электронный адрес, который сейчас на экране. Но все же Новый год – это не самый главный праздник. 171 год назад впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. В честь праздника мы решили обратиться к неженатым и незамужним красноярцам и расспросить, о какой свадьбе они мечтают. Когда планируешь жениться? Жениться? Ну, не раньше 25-ти, наверное. А как ты видишь свою свадьбу? Ну, это точно будет не в Красноярске, наверное, в каком-то острове. Все будет куда-то шикарно. Могу сказать только одно, что развод я отметила круче, чем свадьба. Я занимаюсь конным спортом, поэтому обязательно в конюшне. Там белое платье, там черный конь. Прогулка по городу, лимузин, гости. Как-то еще не задумывалась об этом. Очень скромно. Просто роспись в узком семейном кругу. Грандиозно, ярко, с друзьями. Хотя сейчас, конечно, никого не удивишь свадьбой, там, какой-то мега, там, обупенной. Поездка на катере, например, там. В каком-нибудь, может, ресторане красивом. Море, небольшой круг друзей. Ну, что-то такое вот тихое, спокойное, приятное. На Мальдивах, например. За границей хорошо, дома лучше. Одна из галерей нашего города открыла четвертый творческий сезон и приглашает красноярцев на выставку «Ваше Величество Кошка». Правда, хвостатые здесь не настоящие, а декоративные, разного размера и окраса. Всего усатых экспонатов более 400. Все из частных коллекций. Приехали они сюда со всего света. Из Франции, Испании, Италии, Чехии и Швеции. Все кошки индивидуальны. И, по словам организаторов выставки, у многих неподвижных красавиц уже появились свои кумиры. Им очень нравится вот эта кошка. Она отлично смотрится и на фотографиях, и на карточках. И всем и детям, и взрослым она очень нравится. Внизу представлены интересные экспонаты нашего керамиста Юлии Юшковой. Вот у нее такие очень интересные кошки, и их всегда легко заметить. Вот также у этого керамиста очень интересные картины. Вот у нее триптих представлены на стене. И вот ее большая скульптура очень такая интересная. Из Сибири с любовью, или нашей в Лондоне, красноярский художник Василий Слоунов в центре Британии представит свою галерею современного сибирского искусства. Официальное открытие запланировано на 2015 год, ну а пока идет активная подготовка. Реализовать мечту мастера помогли друзья-меценаты. К слову, уже сейчас на работы Слоунова из скандально известного цикла Welcome to Sochi 2014 приходят любоваться англичане. Наша программа объявляет конкурс двойников. Правила, как всегда, просты. Пришлите нам ваше фото в образе известного актера, певца или персонажа кинофильма. Не забудьте приложить снимок оригинала, чтобы мы могли сравнить, похожи ли вы на самом деле. Это уже сделали несколько наших телезрителей. Победители определит интернет-голосование. Поэтому все честно. Призы и подарки самые разнообразные, но пока это секрет. Картинки загружайте в нашу группу во Вконтакте. К этому часу у меня все. Не переключайтесь, увидимся через час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова